МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вашему вниманию представляется лекция на тему платежный баланс по дисциплине международной финансовой рынке. В рамках данной лекции будут рассмотрены следующие вопросы. Сущность содержания платежного баланса. Структура платежного баланса. Факторы, влияющие на состояние платежного баланса. Платежный баланс по определению МВФ – это статистический отчет за определенный период, показывающий операции с товарами, услугами и доходами, совершенные какой-либо страной с остальным миром. Смену собственности и другие изменения, принадлежащие в данной стране монетарным золоте, специальных правах заимствования, а также финансовых требованиях и обязательствах по отношению к остальному миру. Односторонние переводы и компенсирующие записи, которые необходимы для балансирования в бухгалтерском смысле тех операций и изменений, которые взаимно не покрываются. Другими словами, платежный баланс – статистический баланс внешнеэкономических операций страны за определенный период. Платежный баланс представляет собой итоговую запись всех экономических сделок между данной страной и другими странами в течение года. Характеризуют соотношения между валютными поступлениями страны и платежами, которые данная страна производит другим странам. К принципам составления платежного баланса относятся охват всех внешнеэкономических операций страны за определенный период и двойная бухгалтерская запись операций, то есть по дебету и кредиту. Платежный баланс является важным показателем и инструментом, позволяющим предвидеть степень возможного участия страны в мировой торговле, международных экономических связей, восстановить ее платежеспособность. Данный термин ввел в 18 веке Джеймс Тюор, представитель позднего меркантилизма, который видел источник богатства страны в ее активном торговом балансе. Платежный баланс охватывает все операции, которые связаны с юридическим переходом права собственности на товары, услуги иные ценности от резидентов к нерезидентам, а также передачей денег в финансовых и иных активах из одной страны в другую. Под резидентами понимаются юридические и физические лица, осуществляющие свою деятельность в данной стране более одного года и имеющие в ней экономический интерес. Платежный баланс состоит из потока реальных ресурсов и потока финансовых ресурсов. По аналитических целях все статьи платежного баланса подразделяются на такие, которые записываются над чертой, показывающей движение материальных ценностей и движение капитала за исключением изменения международных резервов и под чертой, показывающей изменение запасов международных резервов правительства и Центрального банка. Каждая операция в платежном балансе отражается одновременно по дебету и кредиту счета. В кредите отражаются операции, которые сопровождаются притоком валютных ценностей в страну, в дебите же отражаются операции, которые сопровождаются оттоком валютных ценностей из страны. На данном слайде представлены операции, которые отражаются в кредите и дебите платежного баланса. Источниками информации для заполнения платежного баланса являются таможенная статистика, статистика денежного сектора, статистика внешнего долга, статистический обзор и статистика операций с национальной валютой. Переходим ко второму вопросу, структуры платежного баланса. Все статьи платежного баланса условно можно разбить на три большие группы. Первое – это текущие операции или текущий платежный баланс. Второе – это баланс движения капиталов. И третье – балансирующие статьи. На данном слайде вы видите общую структуру платежного баланса. Первый блок текущей операции или текущий платежный баланс – это блок охватывает внешнюю торговлю товарами и услугами, а также текущие крупномасштабные операции, как перевод доходов от ранее вырезанных и ввезенных товаров, денежные переводы частных лиц и безвозмездная помощь к трансферту. Основу текущего платежного баланса составляют статьи товары-экспорт, товары-импорт. Разница между этими статьями образует торговый баланс. Статьи и прочие товары, услуги и доходы охватывают поставки товаров, которые трудно определить от поставок услуг. Самые различные услуги – это транспортный, строительный, консалтинговый, туризм, образовательный и так далее. Доходы и расходы по использованию прав собственности, доходы от частных государственных инвестиций за рубежом и аналогичные доходы по иностранным инвестициям в стране. Операции связаны с политическими и административными функциями государства за рубежом. Баланс движения капитала. Данную группу, к данной группе мы относим. Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал. Прямые портфельные инвестиции, прочий долгосрочный капитал, к которым относятся государственные частные банковские займы, выплата основной части долга по ранее полученному предоставленным займам, подписку на обликации международных банков и финансовых решений. Краткосрочный капитал же отражает движение инвестиций сроком до одного года и характеризует преимуществом движения краткосрочных государственных ценных бумаг и обязательств банковских депозитов, межбанковских задолженностей, краткосрочных займов. Счет резервов Центрального банка учитывает изменение резервных активов Центрального банка, немонетарное золото, специальные права заимствования, иностранная валюта. В статье же официальной резервы отражаются методы и источники урегулирования платежного баланса путем официальных расчетов. Величина чистых официальных валютных резервов позволяет рассчитывать показатель достаточности валютных резервов для оплаты импорта. От величины этого показателя зависит возможность получения международных кредитов прежде всего развивающимися странами и странами с приходной экономикой. Они исчисляются как соотношение чистых резервов иностранной валюты к общему объему импорта, умноженной на 12 месяцев. Суммирование первого и второго разделов баланса, а также статьи ошибки и пропуски, позволяют подвести итоговый баланс, который может иметь либо положительное, либо отрицательное сальдо. Если итоговая сальдо положительное, то есть активное, то, следовательно, страна увеличивает свои требования к другим странам и, соответственно, на такую же сумму уменьшается ее обязательство по отношению к ним. И наоборот, если итоговая сальдо баланса отрицательное, то есть пассивное, то, следовательно, она должна увеличить свои обязательства по отношению к другим странам с тем, чтобы покрыть дефицит платежного баланса. Согласно рекомендации МВФ, к балансирующим статьям относятся операции официальных валютных органов с валютными резервами золота, иностранная валюта, резервная позиция ВМВФ и активы ВСДР, изменение обязательств официальных валютных органов перед иностранными официальными учреждениями, включая международные организации распределения СДР. Переходим к третьему вопросу. Факторы, влияющие на платежный баланс. В платежном балансе отражаются структурные диспропорции экономики, изменения в соотношении рыночного и государственно регулированной экономики, конъюнктурные факторы. Кроме того, к факторам, влияющим на состояние платежного баланса, мы относим неравномерность экономического и политического развития стран, международная конкуренция, которая отражает изменение соотношения сил центров соперничества в мировой экономике. Циклические колебания экономики находят выражение колебания подъемы и спады хозяйственной активности в стране, так как от состояния внутренней экономики зависит ее внешнеэкономические операции. Рост производства вызывает увеличение импорта топлива, сырья, оборудования, а при замедлении темпов экономического роста рост товаров сопрещается. Экспорт товаров, капиталов, услуг в большей степени реагирует на изменения условий мирового рынка. Рост заграничных государственных расходов. Тяжелым временем для платежного баланса являются внешние правительственные расходы, которые преследуют разнообразные экономические и политические цели. Милитаризация экономики и военные расходы. Усиление международной финансовой взаимозависимости. На платежный баланс отрицательно влияет бегство капитала. В узком смысле это ускорение и внезапное перемещение краткосрочных капиталов из страны за рубеж. В широком же смысле это массовый отток капитала из одной страны, другие в разных формах и на разные сроки в поисках более прибыльных и надежных сфер его положения. К формам бегства капитала мы относим легальные. Это оставление за рубежом части инвалютной выручки, упущенная выручка от внешнеэкономических сделок. Например, при бартерных операциях авансовые платежи по эффективным контрактам, контрабандные, выпас капитал и товар. Также по легальным каналам это увеличение зарубежных активов предприятий, банков, приобретение недвижимости за рубежом, недекларируемый вывоз инвалюты. И отмывание грязных денег, связанных с противоправными действиями юридических и физических лиц, внедрением их в нелегальные финансовые потоки. Кроме того, имеется внутреннее бегство капитала к инвалютам в форме долгизации экономики. Также к факторам, которые влияют на состояние в целом платежного баланса, относятся изменения в международной торговле. Влияние валютно-финансовых факторов на платежный баланс. Девальвация поощряет экспорт, а ревальвация стимулирует импорт. Нестабильность мировой валютной системы ухудшает условия международной торговли и расчета. Отрицательное влияние инфляции происходит в том случае, если повышение цен снижает конкурентоспособность национальных товаров, затрудняя их экспорт. Поощряет импорт товаров и способствует бегству капитала с границей. Благодарю за внимание.